Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о маркерах здоровья для женщин 45+. Те маркеры, за которыми вы должны обязательно смотреть, обязательно их отслеживать и наблюдать за динамикой показателей. С вами Елена Алексюк, врач современной восточной медицины, психолог, биохакер и автор книги «Супер Женщина». Если вам понравится это видео, ставьте лайки и пересылайте его своим близким, друзьям, коллегам. Итак, какие же маркеры для здоровья женщин в возрасте 45+. Это, безусловно, рост и вес. Особенно это важно для женщин в климактерическом периоде, в постклимактерии, потому что снижение роста может нам сигнализировать о остеопорозе развивающемся. Очень важно его профилактировать. Лечить его гораздо-гораздо сложнее. Будьте внимательны. Следующий – это вес. И очень желательно держать стабильный вес, чтобы не было его избытка, потому что в жировой ткани производятся провоспалительные цитокины. В жировой ткани накапливаются вредные метаболиты лекарственных веществ и также могут повышать свою активность определенные ферменты, что приводит к гормональным нарушениям. И излишний вес – это достаточно высокий фактор для развития новообразований. Конечно же, нужно мониторировать уровень артериального давления. И напоминаю, в возрасте 45+, оно не должно превышать уровень 130 на 80. Обязательно смотрите уровень гликированного гемоглобина своего хотя бы раз в год, а не глюкозы, потому что глюкоза может меняться день ото дня. Ее уровень зависит от того, что вы ели вчера, как вы активничали, была ли физическая активность, был или не был качественный секс, как вы спали, был ли достаточный отдых или нет, может быть, у вас был перелет или переезд. Все эти факторы очень влияют на уровень глюкозы. А гликированный гемоглобин – это среднее содержание, в кавычках, засахаренных гликированных эритроцитов. То есть это процент гликации мембраны эритроцитов. И примерно можно сказать, что это ваш уровень сахара за три месяца. То есть здесь уже никуда не деться, все становится понятно. И не нужно легкомысленно относиться к тому, что из уст доктора звучит слово преддиабет, потому что преддиабет, диабет – это всего лишь две стадии одного и того же процесса. И от преддиабета до диабета, поверьте, проходит совсем мало времени. Но гораздо проще эту ситуацию профилактировать, чем пожизненно принимать определенные препараты лекарственные, иметь диагноз сахарный диабет второго типа или, не дай бог, первого. И, конечно же, при диабете очень сильно портится система микроциркуляции, система мелких кровеносных сосудов, и все органы и ткани плохо питаются. Таким образом, естественно, ускоряется скорость старения, и это серьезный риск, опять же, для развития всевозможных новообразований. Обязательно нужно следить за содержанием холестерина. То есть смотреть нужно не только липидограмму, но и триглицериды. И, конечно же, если вы не знаете свои цифры А, полипротеина А и Б, сходите, проверьте. Ну и я очень рекомендую, особенно если вы никогда не делали, сделать или посмотреть динамики, такое обследование, как УЗДГ, транскраниальных отделов брахиоцефальных сосудов, в народе называется УЗИ сонных артерий. Для чего? Для того, чтобы косвенно по результатам этого обследования иметь представление о состоянии сосудов всего вашего тела, и особенно сосудов шеи, головы и сердца. Ну и обязательно следите за размером своей талии, милые дамы. Талию нужно мерить на выдохе при расслабленном животе. Сантиметр примерно должен быть на полтора-два сантиметра выше пупка, по нижнему краю нижних ребер. И объем талии у женщины не должен превышать в любом возрасте 80 сантиметров. Еще есть своеобразный коэффициент, когда объем талии в сантиметрах делится на ваш рост в сантиметрах. И эта цифра не должна повышать 0,48. Следите, пожалуйста, за своим здоровьем. Также не забывайте ежегодно посещать гинеколога и мамолога. Старайтесь нормально спать, старайтесь правильно питаться, заниматься физической активностью. Обязательно уделять время себе лично. И будьте здоровы и счастливы! Продолжение следует...